Ахмад! Смиро! В украинских и российских социальных сетях чуть ли не каждый день появляются ролики, снятые чеченскими солдатами полка спецназначений имени Ахмада Кадырова. Этих роликов так много, и они настолько постановочные, что кадыровцев в самой Украине стали называть тикток войсками. В этих роликах кадыровцы показывают себя такими киношными супергероями. Прекрасно экипированы, постоянно веселятся, стреляют в воздух и выкрикивают победные лозунги. А еще регулярно снимают кино такого типа. Мирные украинцы радостно встречают кадыровцев, где оператор выходит почему-то уже из дома этих самых мирных жителей. Спасибо вам огромное! Мы вас ждем, как вас ждали! Но не все постановки получаются такими удачными. Посмотрим, что еще постят в соцсетях пехотинцы Путина, как называет их и себя глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. 3 апреля Кадыров в своем телеграм-канале разместил пост о раздаче гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Написал, что продовольствие доставили от регионального общественного фонда имени его отца, Ахмада Кадырова. Только на упаковках продуктов, которые попали в кадр, полно надписей на украинском. Мука, порошно, макароны, киевмикс, докторская колбаса, ликорска. Фактчекеры из Белинкет пришли к выводу, что кадыровцы раздавали продукты из разграбленных украинских магазинов. Никаких объяснений по этому поводу официальный Грозный не сделал. А Кадыров потом и вовсе убрал этот пост из своего телеграм-канала. Первые сводки о приезде Кадырова в Украину появились 13 марта. Якобы глава Чечни побывал под Киевом в районе аэропорта в Гастомеле. Рамзан Кадыров находится в зоне спецоперации на Украине. Информацию сначала подтвердил телеканал ЧГТРК «Грозный», но позже публикация была удалена. В Кремле тогда заявили, что ничего о приезде Кадырова не знают. Но российские СМИ все равно написали, что он уже в 7 километрах от Киева. Рамзан Кадыров прибыл на Украину. Он встретился с бойцами под Киевом и напутствовал их словами, что сейчас главная задача взять украинскую столицу. В качестве доказательства визита – короткое видео из темной комнаты. Коллеги из издания «Украинская правда» смогли проверить диалокацию по телефонному номеру Кадырова и выяснили, что 13 марта абонент находился в Грозном. А двумя днями позже Кадыров уже возил по Чечне в секретаря совбеза России Патрушева. Второе появление Кадырова в Украине 28 марта. На этот раз якобы в Мариуполе. Подразделение из Чечни, которое действует в Мариуполе, посетил глава республики Кадыров. 29 марта, когда Кадыров по сообщениям российских СМИ якобы все еще находился в Мариуполе, пророссийские паблики в соцсетях распространили его фотографию с подписью «Рамзан Кадыров молится на заправке с пулеметом. Всем хороших снов!» Нюанс в том, что фото сделано на фоне заправки «Пульсар», принадлежащей Роснефте. В Украине этой сети заправок нет ни в Мариуполе, ни в других городах. Роснефт продала все украинские активы еще в 2018 году. Как и в случае с Гастомелем, кроме сообщений кремлевских медиа, веских доказательств присутствия Кадырова в Мариуполе нет. В Мариуполе прибыл глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он встретился с генерал-лейтенантом вооруженных сил России Андреем Мордвичевым, которого ранее украинская сторона объявила погибшим. Ничто в показанных на российских каналах кадрах не указывает на дату или место съемки. Ни картинка, ни содержание разговора. То есть запись могла быть сделана где и когда угодно. Этой новостью провластные СМИ, вероятнее всего, попытались одновременно показать, что Кадыров якобы находится на передовой, а российский генерал Мордвичев жив. Даже если Кадыров и побывал в Мариуполе, то на передовую мог и не поехать. Солдаты Кадырова все время заявляют, что воюют на первом рубеже фронта, но фактчекеры их постоянно ловят на обмане. Якобы сделаны под Киевом фото, а на самом деле из Беларуси. Места узнали местные жители и верифицировали журналисты-расследователи. Кадыровцы обожают стрелять на камеру. Вот расстреливают светофор. А тут изрешители гаражные двери. Хотели показать, что спокойно гуляют по улицам украинских городов, но попадали при звуках выстрелов. Возможно, были ранены. Расследование коллег из издания «Слидство.Инфо» показало, Мариуполь кадыровцы не контролируют. Несмотря на оброворные заявления в соцсетях, вроде «Наши бойцы очистили от банд весь левобережный район Мариуполя». Проверка видеороликов, которые они несколько дней подряд в конце марта выкладывали в сеть, показало, что чеченские бойцы обстреливают пустые и уже сгоревшие здания. А большую часть видео из серии «Почти захвата Мариуполя» кадыровцы снимали в одном сквере на окраине города. Это также подтвердил анализ видеокадров, который провели журналисты «Слидство.Инфо». Все это, конечно, не значит, что войска кадырова совсем не воюют в Украине. Воюют, убивают, в том числе и мирных граждан, о чем есть заявления украинской разведки и официальных властей, а также показания самих жителей недавно оккупированных территорий. Застрелили зятя, зятя застрелили. Приставили сюда, в голове отпало. О, чеченцы, кадыровцы. Русский мир пришел освобождать нас. 141-й специальный моторизированный полк имени кадырова среди других российских подразделений воевал в населенных пунктах близ Киева – Буча, Гастомель, Ирпень. Теперь, после ухода российских войск, там находят тела сотен расстрелянных и погибших мирных жителей. Кадыровцы воруют, мародерствуют, живут в чужих домах. Откуда, кстати, записывают свои веселые ролики. Вот так, нормально проводим время. И соседи очень хорошие. Но только их нет дома. Кое-что забыл забрать. И дар за мужество. Миф о бесстрашных и непобедимых кадыровцах, похоже, развеяли они сами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова